Дай почитать. Дай почитать. Во-первых, это книга о Санкт-Петербурге. Во-вторых, зазывной отзыв прозаика Марины Степновой, автора-хирурга «Божьего переулка», а главное – «Женщин Лазарь». Цитирую. «Очень свежая и точная книга про город, про нас, про любовь. В-третьих, неординарное название «Город не принимает». Я настойчиво повторяла другое из советского прошлого «Вас вызывает таймыр». И вообще, читая эту книгу, я все время ощущала какое-то неистребимое чувство странности. Иногда очень точный, очень плотный, даже тяжелый слог, изобилие метафор и эпитетов, а иногда язык подворотни, безобразный мат и графоманство. Иногда трогательное, проницательное, правдивое повествование, иногда вымороченное, бетонно-арматурное, глумливое и отталкивающее. Но главное, меня преследовало чувство дежавю. Где-то что-то похожее и намного лучше было уже, читалось. Как я поняла, в романе «Город не принимает». Есть некая автобиографичность. Татьяна, главная героиня, как и автор, с Дальнего Востока, закончила училище искусств и приехала получать высшее образование в Санкт-Петербург. И здесь ей предстоит выдержать экзамен на прочность. А это непросто, если у тебя в друзьях профессиональная валютная проститутка Уля, неземной красоты аутистка Валя, всегда просветленная вегетарианка Женя, выдающийся скульптор со странностями, да еще убеждение в том, что во всех бедах, неудачах и разочарованиях виноват «Город, не принимающий, изгоняющий главную героиню», которая, как и автор, в итоге окажется в Москве. С первых же страниц я поняла, что мне напомнила эта книга. Алексей Иванова «Общага на крови и ненастье». Тоже общага, тоже девяностые, но куда сильнее. Кстати, я все же не без пользы прочитала «Город не принимает» Кати Пиццек. Чего советую всем вам, дорогие слушатели. До новых встреч. Дай почитать.